Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Неформат». Древние греки считали театр пустой тратой времени, если человек не испытывал в нём катарсис. Современному театру такая сверхзадача, на мой взгляд, не под силу. Да и как можно вызвать такие эмоции у искушённого, такого закостенелого зрителя? Но, вы знаете, и сегодня есть такие режиссёры, которые способны заставить зал испытать вот это чувство наивысшего напряжения. И скажу больше – очищения. Я сама это испытала и понимала, что люди, сидящие рядом, тоже это испытывают и не дадут мне соврать. Те, кто хоть раз побывал на спектаклях Иркутского театра народной драмы, тот уже не сможет относиться равнодушно ко всему, что происходит вокруг. Скажу больше – тот уже не сможет жить, как прежде. У нас сегодня в гостях Иркутский театр народной драмы. Знакомьтесь, Михаил Георгиевич Корнев, директор и художественный руководитель театра, заслуженный артист России. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Георгиевич, я прошу вас представить актёров, которые пришли сегодня к нам в студию. Мы приехали в следующем составе – это ведущие актёры Иркутского городского театра народной драмы, заслуженный артист России Геннадий Савушкин, заслуженный артист России Юрий Жигарьков, артист театра Вадим Семёнов и ваш покорный слуга. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы когда-нибудь в адрес своего репертуара такую оценку, как неформат? Ну, наверное, приходилось слышать, но у меня в последнее время как-то это вызывает улыбку и какое-то недоумение. А что такое формат? Вообще, что такое для нашей жизни формат? И рассуждая на эту тему, я прихожу к выводу, что когда в культуре, ну, будем говорить так, не всё ладно и не всё складно и в государстве в целом, да, а культура – это датчик, это градусник вообще состояния народа. Вот, какова культура, таково и состояние сегодня народа. И когда формат у нас получается шансон, да, формат у нас какие-то совершенно безумные по пошлости песни, произведения театральные и кино, ляпсусы какие-то, значит, непонятные, а не формат вдруг оказывается классика, а не формат вдруг оказывается народное корневое искусство, не формат оказывается какие-то авторские вещи, которые сегодня базируются на классике, на фольклоре. И, конечно же, мне, ну, будем говорить, непонятно, непонятно, но это совершенно на меня, как на руководителя театра, не влияет, и на моих товарищей тоже. Значит, можно много об этом рассуждать, но вот на ум пришли совершенно точные строки Тютчева. «Братцы, во имя прекрасного, дружно гребите против течения». Мы идем против течения, потому что зачастую течение, плыть по течению, это, знаете, это как раз и славить не Бога, а славить дьявола. И практически соглашаться на все то, что, в общем-то, губит Родину и оскотинивает народ. Ну, вот, проамериканское, вот это попсовое, с позволения сказать, массовое искусство. Вот это то, что сегодня оскотинивает просто людей. У нас совершенно другая цель. Мы душу людей хотим поднять, мы хотим ее возвысить, мы хотим ее привести к небу, а не звести до ада. Поэтому вот наш формат – это идти против течения. А против течения, значит, идти к нравственности, к духовности. Хотя это-то как раз и должно быть течение жизни народной. За стенами старого аббатства мне рассказывал его привратник, Что не ночь творится святотатство, приезжает неизвестный всадник. Что не ночь творится святотатство, приезжает неизвестный всадник. В черной мантии большой и неуклюжий Он идет, ворон, взымая губы, Медленно ступая через лужи, Пачкая в грязи свои раструбы. Медленно ступая через лужи, Пачкая в грязи свои раструбы. Отодвинув тяжкие засовы, На пороге суетятся духи, Жабы и полуночные совы, Колдуны и дикие старухи. Жабы и полуночные совы, Колдуны и дикие старухи. И всю ночь звучит зловещий хохот, В коридорах, улких и во храме. Песни, танцы и тяжелый грохот, Сапогов подкованных гвоздями. Песни, танцы и тяжелый грохот, Сапогов подкованных гвоздями. Но на утро в диком шуме орги, Слышны крики ужаса и злости. Дом идет с мечом святой Георгий, Что иссечены из славовой кости. Как так получилось, что с отменой цензуры Все стали свободными, да? И вдруг действительно у нас, ну мы видим, какой формат вышел на первое место и правят теперь искусством. Вот как вы думаете, почему так получилось? Не знаю, мое мнение такое, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Как-то один молодой мой товарищ сказал, мне ведь тоже вот 55, и я из прошлого, да, человек во многом. И более молодой мой товарищ сказал, когда пообщался со мной тесно, какие-то я высказывал свои внутренние установки, характеристики, идеологию свою, значит, там активно продвигал. Он на меня смотрел, сказал Михаил, ты забыл, ты 20 лет живешь при капитализме. Я так это, знаете, немножко ошарашенно на него взглянул, действительно, 20 лет при капитализме. Что такое капитализм? Все на продажу. Все продается. Поэтому те художники, но не все, конечно, но многие художники, которые сбивали в кровь и лбы, да, о железный занавес, там, о советскую цензуру и так далее, сегодня за 20 лет успешно привыкли к деньгам, привыкли к хорошим машинам, к шикарным поездкам за рубеж и так далее. Все продается. Вот купили, понимаете? Я вспоминаю цензуру. Я долгое время работал актером в нашем театре и играл Зилова в «Утинной охоте», одна из сильнейших пьес Александра Вампилова, нашего земляка, на сегодняшний день уже мирового драматурга. И я помню, когда мы уже готовы были в 1985 году, мы были готовы уже загримированы играть в спектакли, вдруг отрубает свет, мы смотрим в окно, стоят несколько воронков милицейских, и народ разворачивает, показывает на объявление, что электроэнергии нет, ребята, извините. То есть эта пьеса не рекомендована была. Я эту цензуру застал даже в таких вещах. Долго не буду рассказывать. Это давало, да, это давало какую-то энергию сопротивляться, потому что все мы были молодые, мы стремились проповедовать добро против застоя, против серости, мы выступали. Вот. А на сегодняшний день я увидел очень много знакомых, которые действительно легли на дно и спокойно лежат, и все, и больше ничего. Но мы за это время, вот так как в вашей передаче называется «Неформат», да, мы приобрели, говоря вашим языком, такой чудный формат, как возвращение к своим национальным корням. Вот это для нас, это жизнь, для нас это живая вода. Вот это наш формат. А то, что он сегодня для телеканалов, для попсы, для чего-то там, для официоза, не знаю, для чего это не формат, нас это мало заботит, потому что у нас есть свой зритель. Скажите, пожалуйста, а как вы себя чувствуете вот вне формате? И как вы пришли в театр, действительно, который вне формате сегодняшнего дня? Ну, на самом деле, это интересно. То, чем мы занимались, например, когда я пришел, закончив театральное училище, отслужив в армии, пришел в театр, меня поразило отношение к национальным корням, к тому, откуда мы, к оружию, к доспеху, к былинам, к гуслям, инструментам различным. Понимаете? И это все делалось руками своими. Это, конечно же, не формат, как с точки зрения современного европейского театра. Но это так интересно. Вы бы только, знаете, вот это надо почувствовать. Я думаю, что вы, театральный человек, наверное, тоже почувствовали когда-то, что нечто подобное. И еще у нас, например, вот как бы детская сказка, да? Но вот Михаил Георгиевич так поставил, ну, вот свое мировоззренческое. То есть он ставит спектакль, и, понимаете, настолько интересно и взрослые смотрят. То есть это семейный уже, семейный театр, когда приходит кто-то из родителей с ребенком. А это уже повод между ними, то есть театр возникает как повод между ними поговорить, поговорить на нравственные темы. И сейчас просто не разговаривать. Ну, как вот, просто зашел, давай поговорим на нравственную тему с ребенком. Он на тебя такими глазами посмотришь, скажет, ну вот, пришел морали читать. А вот здесь очень интересно. То есть вот этот театр этим интересен. Он тоже не формат в своем роде. Каждый из вас лично выбрал, да, вот этот путь, получается. То есть вы не считаете себя несовременными? Вы так на меня посмотрели. Я себя не считаю. Пытается быть несовременным. Но внутри он хороший. Да, спасибо, Сергей Георгиевич. В том-то и дело, что задача нашего театра не оторвать себя от современного мира, от этого, а наоборот, вот молодежь современную, показывая им прекрасные, сильные, мощные идеалы русского человека, повести за собой. Не идти туда за ними. Вот хорошие слова, да, Михаил Георгиевич, звучали от одного человека. Плох тот политик, который идет за молодежью. Хорош тот, который ведет за собой. Мы своим театром, своим искусством и верой в то, что мы делаем, а мы действительно веруем в наше доброе, хорошее начало. Мы заинтересовываем и приводим людей, молодых людей к другому осознанию жизни, к формату. Мы, конечно же, даем понять, что мы, грубо говоря, ненормальны, потому что мы не вписываемся в те нормы жизни, которые сегодня нам проповедуют и заставляют принять это как данное. Да, мы ненормальны, но для кого мы ненормальны? Вот в том вопрос. И очень много народу, очень много молодежи именно разделяют с нами нашу точку зрения, очень плотно общаются, создают свои какие-то даже моральные и какие-то там патриотические подразделения, участвуют с нами, активно участвуют в общественной жизни города. И это показатель. Поэтому говорить о том, что мы не современные, ну, наверное, мы все-таки современные. Мы живем вот сейчас и осознаем и даем себе отчет о том, что кто за нами пойдет и для кого мы работаем. Да, вот смотрите, те, кто ставят в театрах спектакли для развлечения, кто снимает такие же программки вот по телевизору, да, смакуют бесконечные там, я не знаю... Низменные стороны нашей жизни. Да, какую-то личную жизнь звезд, вот это смакование преступлений в различных, да. Чем они оправдываются? Начиная от режиссера, продюсера, актеров, которые в этом участвуют, даже операторов. Они оправдываются тем, что народ... Это рейтинг. Они же там рейтинги себе смотрят. Это рейтинг. Народу это нужно. Народ смотрит, сам, значит, виноват. Ну, вот мы для него делаем. Вот есть ли доля правды в этом? И ведь я вот... Я вижу прям убежденные глаза, которые мне доказывают, это нужно. Мы это делаем, это смотрят. И что вы тут доказываете? А раз вы тут сидите, там доказываете, ну идите, да, измените там мир. Вот что вы можете сказать таким, кто говорит, что это формат, это смотрят? А вы считаете, какие чувства пробуждают вот это вот? Давайте вспомним Пушкина. И тем известен буду я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Так вот, хотелось бы чуть-чуть, чтобы... И вот Михаил Георгиевич время Гоголя приводит пример. Понимаете? Кафедра, с которой можно сказать много добра. Понимаете? То есть вот о чем речь-то, собственно говоря. Зачем нужен театр? То есть низменное чувство. Ну, так же можно скатиться тогда, вообще неизвестно до чего. И скатываем. Да, да, да. Потом я бы еще хотел что сказать. Вот Вадим тоже хорошо сказал, что мы за собой ведем молодежь. В общем-то, сегодня большую часть молодежи ведем. И молодежь все больше и больше вот эти рейтинги, она игнорирует и презирает. Она понимает, что ее ведут просто к скотскому корыту и хотят сделать, ну, просто скотскую образину. А что это такое? Это секс, это удовлетворение, значит, потребности поел, покушал, поспал и вечное развлекание. А потом там уже недалеко и до наркотиков, до всякой вот этой мерзости, извращений и так далее и тому подобное. Сегодня все разрешено. Сегодня вот эта дикая свобода, которая захлестнула Америку, Европу и Россия еще, я считаю, держится. Держится каким-то чудом, божьим чудом, я не знаю, она держится своей нравственности. Потому что только на нравственных основах мы можем выдержать. Мы можем выдержать, потому что, ну, вот смотрите, да, примем мы этот закон. Вот мы приняли закон. Он Госдума приняла, и я, кстати, со своими ребятами его поддерживал в Сибири. О запрете, значит, половых извращений, да, если бы мы поддались, ну, все бы, просто все бы. У нас и в культуру это прошло, хотя и в массовой культуре полным-полно уже этого. Это просто бы начало размывать и из России делать садом. А это уже бы потом, понимаете, привело бы к тяжелым последствиям. Потому что я глубоко убежден, и я читал и у философов, и у святых православных, и сам уже во многом в своем жизненном опыте я это смотрю, что каждое слово, сказанное тобой, доброе или злое, оно отражается на Вселенной. На Вселенной, на биосфере, на духовной, нравственной оболочке всего земного шара. Казалось бы, это фантастика, да, какая-то, вот, но на самом деле это так. И от слов своих осудишься, и от слов своих оправдаешься, сказано Господом. Но я немножко в сторону ушел. Так вот, молодежь, они сегодня идут за нами. Вот, Вадим, у нас, например, лидер такого движения, как Иркутская Иордань. В 2014 году он с молодежью, он бывший преподаватель архитектурного университета, он собирает молодых архитекторов с помощью, значит, прихода Александра Невского, с помощью нашего театра, мы стояли во главе этого дела, собирается народ, и на заливе, Байкальском заливе, вырубаются проруби, вырубаются, значит, Иордани, ставятся ледяные церкви, причем настоящие ледяные церкви, очень красивые, со свечами, выходит митрополит, освещает все это дело, и полгорода, у нас город 600 тысяч всего, так вот, почти полгорода, здесь 50 тысяч приходит, мы замеры делали, каждый год приходят люди. Там у нас пробки вокруг театра, вокруг этого залива, то есть весь город идет туда. Можно сказать, что это стало модой, на самом деле мы возродили сибирскую традицию празднования богоявления, и в минус 40 люди ныряют туда, кто просто из интереса, кто омыть себя и физические, и духовные грехи, а кто-то приходит креститься в такой мороз, и много очень красивых девушек приходит, которые ничего не боятся, ныряют туда, потом с крестиками выходят. Вот это колоссальное вообще дело, и молодежь этим горит, все это делается бесплатно, благотворительно, так вот мы подходим, наверное, к главному, потому что то, что формат не формат, то, что мы несем, мы, как бы мы не были одеты, да, как бы, что бы мы не показывали, внутри идет одна из основных наших, наших таких, будем говорить, вех, это жертвенность. Это жертвенность, потому что в тяжелые времена, если у русского человека внутри нету в груди жертвенности, да, в душе, все, он погибает, пропадает страна, все погибает, потому что сегодня насаждается вот этот формат, в том числе рейтинги, это всего лишь маленькая часть, да, а что насаждается? Наслаждается уже мировой вот этот, я не скажу даже американский, мировой образ жизни делает деньги любой ценой. Все продается, все покупается, умри ты первый, а я последний, понимаете, да никогда мы так не жили по волчьим законам, никогда, в советское время тоже так мы не жили, несмотря на то, что была отброшена вера, были разрушены храмы, верующих людей садили, значит, в тюрьмы, да, но, тем не менее, вот эта жертвенность, добротолюбие русского человека к друг другу, к миру и к друг другу, оно было, а вот за эти 20 лет хлеба колбасы полным-полно, а сострадания нет, вот что страшно, понимаете, и мы своими спектаклями, мы будем людей, и вот вы мне тогда хорошо сказали, что я испытала катарсис на вашей избе распутинской, я этому очень рад, потому что я от многих людей это слышал, что мы потрясены, что что-то в душу вошло такое, что мы думали, что это уже давно этого нет, а этот спектакль, я его замышлял как спектакль-притчу, шел вслед за Распутиным и немножко как бы еще свое добавлял, спектакль-притча, живы ли мы еще как народ, заслуживаем ли мы будущего пред Богом, да, нарушив там какие-то заповеди, способны ли мы поддержать друг друга, да, вот деньги для Марии, помните, да, вот этот момент, что ходит мужик, да, ему нужно 2000 собрать, иначе посадят жену, а четверо детей останутся, погибнут, и вот вся деревня замерла, и решается простой, но величайший нравственный вопрос, сможем ли мы ближнего поддержать своего, ну попробуйте сейчас отдать, дайте мне деньги, потому что у меня же семья, я же не могу, да, Михаил Гришин, деньги требует, а я пропадаю, помираю, дайте деньги, вот этот вопрос как бы просто Распутиным решен, но он решен на космическом уровне, на вселенском уровне, то есть может ли человек пожертвовать ради другого чем-то, и у Распутина, помните в повести, он стучит, вот этот Кузьма, и Распутин пишет, сейчас ему откроют, я немножко иду дальше, потому что время сегодня другое, уже прошло 30 лет, уже не только ждать, откроют, не откроют, а надо показывать деревню, которая приходит и отдает эти деньги, то есть я ищу в народе эти качества, и нахожу, что да, наш народ, несмотря на все утраты нравственные, он способен и помочь ближнему, и согреть его, и сохранить его, понимаете, и вытащить его из беды, вот к чему мы ведем, вот почему мы неформат, и дай бог, что такой неформат был во многих, как говорится, областях нашей жизни, это тот формат, который несет жизнь, а не смерть. Я полностью согласна, и поэтому и программа эта идет на нашем телеканале, но вот вы верите в то, что все-таки вы такие, как вы, кто делает неформат, пробьет вот эту брешь, ведь, ну, он действительно есть рейтинг, и люди там работают, и снимают эти программы, но никто же, это же тоже наш народ это делает. Вот как вообще молодежи объяснить, что формат денег это не все, когда они видят, что вот нет, это все. И вот, кстати, споря, ну, с теми, кто работает в таких программах, мы общаемся, да, между собой, я вот не могу убедить, когда мне говорят, что, а что я сделаю один? Ну, давайте, вот ты такая умная, ну, вот, измени все, я буду работать в своей прекрасной программе. Ну, только что была такая же аудитория и такой же рейтинг. Вот как убедить каждого из них, что выбор-то, в принципе, делает человек сам? Вы знаете, Наташа, мне один священник сказал такие слова, что вот человека практически убедить невозможно ничем, и научить ничему нельзя. Не то, что он вот такое существо, которое уже потеряное, а потому что пока он сам не решит для себя, он ничего делать не будет, и ни с какого канала он не уйдет к вам, и никогда он ничего не будет, какой-то формат, не формат, он будет, но, но, когда будет какое-то для него, ну, будем говорить, потрясение, да, когда будет потрясение, переворот души, либо какая-то беда, либо горе, да, не дай бог, либо он встретится с каким-то произведением искусства, которое перевернет его нравственные ценности, вот тогда человек сам примет для себя решение уже следовать тому или иному уже нравственному закону. Вот я думаю так. Поэтому мы со всей силы, будем так говорить, со всей силы, сколько у нас этой силы есть, мы исполняем свои песни, ставим концерты, ставим спектакли, потому что, ну, достаточно большое количество людей потом приходит и говорит, слушай, мы что-то поняли после вот ваших концертов, мы что-то поняли другое, вот, наверное, надо так жить, а не так. Это уже дорогого стоит. Пьянство и трусость. Пьянство и трусость. Куда мы на таких рысаках управим? Что будет? Что-нибудь да будет, мать. А мне не надо что-нибудь. Сколько можно? Что-нибудь, да что-нибудь. Даже у зверя, у птицы, у червя воля, наверное, и есть характер. И он тогда уползает или отбивается, а не так, лапки вверх. Эй, ты! Меня любишь? Нет, не люблю. Любишь, я сказал? Нет, не люблю. Любишь, я сказал? Люблю. Сына мне родишь? Рожу. Эш, не говоришь, что любишь? Нет, не люблю. Блама! Блама!